2 сентября, самый первый учебный день в этом году, попал в сводки дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате столкновения автомобилей Рено Логан и Лады Ларгус на шоссе космонавтов пострадали двое мальчиков-пассажиров ВАЗа. Оба ребенка с переломами, ушибами, госпитализированы в травматологическое отделение детской больницы. Тему детского травматизма продолжит Юлия Никифорова. Вместе с двумя мальчиками, получившими травмы в автомобильной аварии на шоссе космонавтов 2 сентября, на дорогах нашего города на сегодняшний день уже пострадало 32 ребенка. Начало учебного года повысило риски детского дорожного травматизма. В течение всей первой декады сентября сотрудники госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме, контролировать пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений. Экипажи и наряды ДПС будут работать рано утром, когда дети идут в школу, а также в часы окончания учебных занятий. Особенное внимание уделят тем участкам, где регистрируют цены и большее количество транспортных проблем, как, например, возле многопрофильного лицея. Школа старой постройки и очень узкие проходы в квартала. То есть это главная проблема, что невозможно подъехать, так скажем, в машину, узкий проезд. То есть это транспортный узел, который нужно как-то расширять. В ходе работы в первые учебные дни сотрудники ДПС уже столкнулись с рядом нарушений, возникающих на пешеходных переходах возле школ. Когда водители не готовы к появлению детей на проезжей части. Помимо этого, сами дети еще не адаптировались к дорожным условиям после долгих летних каникул. И, соответственно, при выходе на проезжую часть дети не всегда убеждаются в безопасности перехода, не всегда смотрят по сторонам. Поэтому просьба к родителям. Обратите внимание, как ваш ребенок переходит в проезжую часть. Представители госавтоинспекции советуют родителям пройти со своим ребенком весь путь от дома до школы, обратив его внимание на дорожные знаки и правила перехода проезжей части. Юлия Никифорова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.